Сегодня «Стихи живут» – это бренд, который прославился на всю Московскую область. А ведь в начале пути автор проекта, методист историко-культурного центра Наталья Замарина о таком успехе и не мечтала. Главной целью было возродить интерес людей к художественному слову. Задумка удалась. Благодаря телеканалу «Видное ТВ» творческая программа получила огласку. Спасибо огромное организаторам этого мероприятия. Стихи живут повсюду, стихи живут в каждом из нас. И очень хорошо, что мы сейчас все вместе перечитываем стихи известных авторов, на которых выросли наши родители, которые стали уже давно классикой. Огромное спасибо Наталье Феликсовне, что она предложила нашему коллективу дружному и творческому принять участие в этом замечательном проекте. В этот раз героями проекта стали сотрудники детской школы искусств поселка Развилка. Стихи приурочили ко дню музыки. Прочитали одноименное произведение Роберта Рождественского. Загремели свадьбы, застонали проводы, перепутались и праздники, и плачи. Строки нотные стоят колючей проволокой, и я бы музыку записывал иначе. Я бы музыку писал на клевер падая, мне бы нравилась поющая работа. Я бы музыку писал на строчках пахоты, на ладошке годовалого ребенка. Засыпал и просыпался, ел недосыто, растворился в неожиданных мотивах. Я бы музыку писал на стройках дождика или лучше на летящих паутинках. Я бы музыку ловил в озерах ласковых. Я бы пил ее, как пьют хмельное зелье. Я бы музыку писал на крыльях ласточек. Я бы музыку писал на шкуре зебры. Я бы музыку творил, кричал и мучился. Я бы искал ее возвышенно и жадно. Но уже сочинена такая музыка. Если ты ее не слышишь, очень жалко. Герои октябрьского проекта уверены, музыка и стихи – вещи неразделимые. Произведениям Роберта Рождественского вдохновились. Ведь эта тема преподавателям дыши и близка, как ничто другое. Сначала, когда я познакомилась только с моим четверостишим, я ничего не поняла. Но когда я прочитала целиком стихотворение, я поняла, что это проникновенные такие слова великого поэта. За два года существования участия в проекте приняли сотни жителей Ленинского городского округа. Это сотрудники различных учреждений и предприятий муниципалитета. Порой коллективы, работа которых никак не связана с творчеством. И это лишь подтверждает тот факт, что стихи живут в каждом из нас. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого.